Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю в 8 часов 29 октября 2019 года Батальон Азов на базе в городе Широкино, Украина Владимир Корнилов Все материалы Американским конгрессменам потребовалось 5,5 лет для того, чтобы прозреть относительно истинных целей и задач украинского праворадикального подразделения Азов Неожиданно для многих 40 представителей Конгресса подписали петицию к Госдепартаменту США с требованием включить этот батальон, во всяком случае, в документе он называется батальоном в официальный список иностранных террористических организаций Это обращение вызвало шок на Украине и ответную реакцию многих официальных лиц А украинские пользователи соцсетей уже успели обвинить во всем Москву Оказывается, в Конгрессе США окопались 40 российских агентов Что же случилось? Чем вызвано такое удивительное решение американских политиков, столько лет не замечавших военных преступлений Азова в Донбассе? Все дело в том, что активность украинских героев АТА и их сторонников перекинулась на американскую землю 24 октября, 09.06 сказано в эфире бойцов Азова в США пока не признали террористами Но сигнал Киеву послан желание конгрессменов включить Азов в список террористических организаций заслуживает внимания, считает посол РФ в США Анатолий Антонов Своим прогнозом по поводу развития ситуации поделился в эфире радио Спотник, политолог Владислав Ганджара На это прямо указывает послание конгрессменов, составленное молодым политиком Максом Раузом Там открыто говорится о том, что их волнует тот факт, что Азов и подобные ему структуры на Украине Они вербуют и обучают американских праворадикалов, которые уже применяют свои боевые навыки в самих США Сейчас в Штатах довольно активно обсуждаются два процесса, связанные с преступлениями американских участников украинской АТА или их сторонников Самым громким является убийство супружеской пары во Флориде в апреле 2018 года Обвиняются два американских гражданина, которые в 2016-2017 годах принимали участие в боях в Донбассе на стороне правого сектора Непосредственный убийца был арестован по горячим следам, а его сообщник успел сбежать обратно на Украину Где сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в США Причем в украинских СМИ поднята шумная кампания в поддержку боевика Мол, ему может грозить смертная казнь в Америке, поэтому героя АТА нельзя выдавать Никто там даже не задается вопросом, если этот американец причастен к убийству мирных граждан во Флориде Сколько таких убийств он мог совершить в Донбассе? 25 октября, 10.51 РИА Новости В Киеве заявили о готовности предоставить США данные о подразделении АЗОВ Вот почему в Америке и заволновались Не так давно в Конгрессе заслушали обширный доклад бывшего агента ФБР Али Суфана Изучившего праворадикальные движения по всему миру и связи между ними Особое внимание в докладе уделено АЗОВу, чьи заграничные ячейки, по мнению авторов Стали играть для неонацистов всего мира такую же роль, какую играла для джихадистов планеты организация Мактаб Аль-Хидамат Занимавшаяся рекрутингом международных боевиков для Аль-Каиды Как и в случае с группами джихадистов, цель многих из этих людей вернуться в страны своего происхождения Или в третьи страны, чтобы разрушать и творить акты насилия, а также вербовать новых членов для своих целей, говорится в докладе Собственно, этот пассаж и взволновал больше всего американских конгрессменов Макс Роуз в составленной им петиции допускает откровенную неточность Упоминая австралийского террориста Брентона Тарранта В марте этого года устроившего резню в новозеландском городе Крайщерч Конгрессмен доказывает, что Таррант в своем манифесте заявил о своей причастности к АЗОВу На самом деле массовый убийца лишь указал, что был на Украине, не уточнив, где и с кем именно Не исключено, что он тоже прошел школу АТ и общался с украинскими не нацистами Во всяком случае, Украина стала, пожалуй, единственной страной в мире, где этот манифест был опубликован в виде брошюры и прорекламирован Мало того, украинские праворадикалы называли Тарранта своим побратимом, намекая на то, что имели связи с ним 25 октября, 10.13 РИА Новости Аваков вступился за АЗОВ, который в США обвинили в терроризме В письме конгрессменов прямо указывается и на тот факт, что среди символики, которую Таррант использовал в ходе теракта Был тот же неонацистский символ, который красуется на официальном штандарте подразделения АЗОВ Наверное, не стоит напоминать, что этот штандарт официально утвержден Национальной гвардии Украины На фоне этой символики уже выступал и президент Украины Владимир Зеленский Данный факт американские конгрессмены пока не упоминают, требуя наказать лишь АЗОВ А не тех, кто его создавал, финансирует и прикрывает на официальном уровне Однако им следует понять, наконец, что порожденные и поддерживаемые Вашингтоном террористы Что исламисты, что нацисты, обязательно придут на американскую уже землю рано или поздно И что бороться с этими явлениями нужно сообщая повсеместно Вне зависимости от того, в какой точке земного шара они возникают и против кого борются на данном конкретном этапе Террористическая, экстремистская, организация, запрещенная в России Субтитры создавал DimaTorzok